Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Смотри за цифрами. Делай объяснение. Все считаешь. Просили у нас на видео по блаженному ферфилакту Матфея. Мы насчитали Евангелие от Матфея с толкованием. И откровение. Надо другие книги. Вот сейчас принялись мы за деяния апостолов. Насчитывайте с комментариями, чтобы я комментировал. Именно просят прокомментировать. Вот теперь мы и идем. Деяния 1 глава с 23 по 26 стих. И поставили двоих, Иосифа, называемую Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали, Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из стих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею. И он сопричислен к 11 апостолам. Вот не боялся жребий бросить. Когда три кандидата были, избирали на патриаршество. Патриаршество восстановили через 200 лет. После Петра I при советской власти 17-18. Белавин Тихон. Он в Канаде там был, где там Америки. За него проголосовало меньше всего. Жребий выпал на него. И он понимал, какой крест на него Бог возложил. Революция уже бушевала. Он понимал это. А вот избирали последний патриарх, а они никогда не решались на это. Почему? Их уже советская власть выдвигает, они с правителями, они другие условия поставили. Вот жребий. Современный патриарх не пошел на это. А почему? А без обмана. Положили, то закладывали. Ну, они там как... Ну, как... Простые люди как в шапку бросили, там рукой доставили. А это не так. Из монастыря привезли с Хии, там еще что, монаха, слепого Алексея. И вот он должен достать был рукой. Помолили все. И стоят. Ну, кто будет? Три, это уже все. Три кандидата было. Один из них Антоний Храповицкий. Это основает зарубежную церковь. Тому достанется не меньше. И вот я на это хотел показать. Смотри, поставили двоих. Иосифа. Ну, Иосифа и все бы. Нет. Называемого Варсавою. Нет, это еще не все. Которого прозвана Иустом. Зачем это нужно? Понимаете, как вот фамилии, когда давали у русских людей, когда наступил момент, в каком году там, и я так мысленно понимаю, что, видимо, указание было царя-императора такое, что изберите людей таких живых, не старобрядцев, иначе у нас еще не получится. Старобрядцы, они бы всем давали, а вакуумов, а вакуумов там, она Анастасия Марковна, были бы все Анастасиины или Марковны, то есть в этом вопросе у них свое, больше ничего нет. Давайте по разным признакам, по специальности, по отцу, по бабушке, по матери, какой придет, какой вид у него. Ну, вот они говорят, пустоглазов, такое есть пустоглазов. Вот, дальше, Черногузов. Ну, по-нашему, по-русски-то, по Черногузову, ты понимаешь, что это Черножопый. Фамилия-то какая? Дали Блудов. Ну, никто не знал, почему этот идет блудник-то вон. Так ему и дали. Блудов, граф Блудов. А в дальнейшем оказался один из самых верующих людей в России. Ну, по всему, что идет Мария, это она вдова, ну, вдовин, так, чтобы разнообразие, ну, все равно разнообразие, сколько не разнообразие, но это страна целая, поэтому, какой? Иванов. Иванов-то было много. Ивановых в Москве, только одной пять тысяч, Ивановых, Иванов-Ивановичи. Пять тысяч. В одной Москве. Вот я заряжу Кузнецов. Самая распространенная, что была, должность какая? Кузнецы. Под коня подковать, телегу сделать, и везде. Там что? Шмидт, Смидт, в Англии Смидт, в Германии Шмидт, это Кузнец. Это самая распространенная в мире фамилия, не Иванов. А мы даже, нет, вот я зарядил здесь, Мейлру, да тут вообще ничего нет, у Кузнецов, 170 тысяч. А по имени еще, называют еще стандарта, там Игорь, вообще, вчера зарядил только, ну, самые, у нас такие думают, ну, Пащенко Владимир один, ничего подобного, она кидала мне их тут, сколько-то их? Ну, там сто с чем-то. Сто с чем-то, Пащенко Владимир. Зарядил Игнатий Лапкин, один, не надо больше ничего, ну, два, ну, второе, это моя страничка открыта, с головным стою. Ну, тех, которые дальше-то начали называть, ну, если бы интернет был раньше, то Пащенко Владимир, он не Владимир был бы, а его назвали бы Ванифати, на букву В. Так Ванифати-то мученик, а Владимир, наша радость пить вино там и прочее. Зачем это? Владимир Владимирович, у нас Владимир Николаевич, мэр города, Баварин, он погиб в автокатастрофе. На его место его заместитель, Владимир Николаевич тоже, но только другая фамилия. Я пришел, работаю в тюрьме, главный начальник Владимир Николаевич, Шепилин, пошел, здесь, надо мне там под социальное что-то было, Владимир Николаевич, значит, вся Россия на Владимире, семь начальников, только начальников, не считая рядовых. У нас четыре чтеса рукоположили, четыре, все до двой Игори, Игори, а из них два Игоря Владимировича, ну, Игорь Добунов Владимирович, и Владимир, этот, Третьяков. Ну, ну что, нормально или ненормально? Я тогда сделал расследование, мужских имен оказывается 750, а используется не больше 50, кажется, 33 что ли имени, которые сейчас в обиходе. Я как-то зашел, Алтайская правда, там столб стоит, и на столбе, ну, выдавлено на металле, кто из редакционных сотрудников погибли во время войны? Иван Никифорович. Значит, Никифора уже нет, а Никифор, это еще до советской власти был назван-то. Дальше, в советское время погиб Василий Митрофанович. Ясно, что Митрофан, это оттуда идет, с того времени. И я по именам уже смотрю, как это, эти все стандартные, советские, но советские понимали узко, начинали называть Владилен, Владимир Ильич Ленин, Владилен, или Карина, Карина, а что в Карском море, там щелюскинцев корабль зажало, и начали Карина, Карина, в честь кого, в честь корабля, Октябрина, начали назвать Тракторина, Трактор это чудо было, в деревне-то. Но у нас это Тракторин, это и живет. Вот у меня здесь знакомый, верующий, даже из старообрядцев, и величается Эдмундович. Так это не имя было, это не имя, но я еще сделаю. Отец у меня такой, сильно советский был, и он за этого английского автора держался. Дед его был, коммунист, видно, и назвал его, сына своего, в честь Эдмунда. Ну нет такого имени. Эдмундович, но отета рады были писать. Ты помнишь, когда смотрим фильмы, собачье сердце-то, как назвать-то. И он нам говорит, как Клара Цеткин, Клары назовем его. Ну это, это, ребятишек, а они орут там где. И вот я гляжу, когда называли, сейчас имена, которые встречаются, с чем это связано. Вот у нас знакомая одна, и как это, Петеримов. Петеримов. Две ошибки в одном слове, Петерим, а не Петерим. Но которые писала-то, она не знает, секретарь, девчонка. Я понимаю, в основании, кто давал ему фамилии, их прадедам там, она не знала ни святки, ни святых. У женщин, у женщин имен меньше, примерно 250. Ну 250 все-таки, а которые в обиходе все, около 28, кажется, что ли, я исследовал все это. Специально везде расспрашивал, в классах. И вот теперь я, а ты смотри, какое богатство. Иосифа, до называемого Варсава, почему нам уже не узнать, которые прозваны устом, еще и прозвище прилепили. У кого какая фамилия? Вот у меня Лапкин. Что? Ну это Лапка, Лапка-то маленькая птичка, которая ничуть не бывала. Это тетка мне говорит. Прадед наш, когда фамилии давали, он был каллиграфист, писал. Есть такие люди, такой красивый почерк, ну я напишу, так у меня буквы боком идут. А у него, таких людей говорили, ему только на деньгах расписываются. Раньше на деньгах, главный казначей, его подпись стояла, на старских деньгах. Его подпись. А у него был почерк хороший. К нему приходили люди с жалобами, написать куда-то. Его сразу узнавали, видимо, гнобили там. И он писать стал ногой, чтобы не узнали почерк, как сейчас, печатаем буквы, наклонят. По почерку можно узнать. А он писал ногой. И стали говорить, кому? Да этот Лапкой пишет. Лапка, это нога. И так, когда фамилии стали, да кто это Лапкин? Ну, фамилия так и закрепилась за нами. Вот когда раздумаешь, он на Украине, подопри гора, какой высокий был. Его так и назвали. Гору только подпирать им. Слега. Так и осталось. Гарбус, картошкин. Ты знаешь, у нас Пенкин есть, Колбаскина была. Хлебопашцев, Попов, Протопопов. Ну, то есть, каких только нет. Это, значит, это дети от Протопопа. Епископов никого нет. Почему детей нету? И все все епископы никого не называли. Тут понятно. И все патриарха нет. У него ребятишек, ну, если только он как-то не нажил, там, как Филарет. Вот теперь говорим. Толкование. И поставил двоих. Почему немногих? Чтобы не вышло большего нестроения. При том же и дело касалось немногих. Благовременно взывает к молитве, в молитве к сердцеведцу. Не говорят далее. Избери, но покажи. Зная, что у Бога все определено прежде помышления человеческого. Вот интересное слово покажи. Вот тут надо сразу задумываться. Мы всегда можем изберить. Но это уже он толкует глубже, чем мы думаем. Везде избрание называют жребием. Показывая этим, что все происходит по Божию человеколюбию и по Божию избранию. И напоминаю им о древних событиях, потому что как левитов, так и их Бог избрал себе по жребию. Может быть, и вследствие переменной образа жизни давалось новое название. Наконец, прозвание. Может быть, присваилось образу занятий. Отчего же не начинает слово Яков, приявший епископство в Иерусалиме, но право говорить народу уступает Петру. от того, что он был проникнут смирением. Тогда не думали ни о чем человеческом, но имели в виду пользу общую. По той же самой причине и апостолы уступают ему кафедру, и не соревнуют ему, и не спорят с ним. Идти в место свое. теперь выясняет. Идти в место свое, ты делай интонацию другую. Это там мысль окончилась, вот я сейчас показываю. А идти в место свое. Это очень важно. Да говоришь ему, он никак, он из протестантов. Он не входит в благодать освящающая. Все понимает, а дальше не может идти. Зацеркленность, как у старого вера, старого бряца. Вот вчера на беседе сейчас, он не может. Почему? В другом наконец понял, что свое место, назначено место, его не сдвинуть. Он прописан в аду или в раю. Если в раю только начинаешь говорить, он сразу принимает. А этот будет упираться ни на чем, притом ему это не надо идти против здравого смысла. Здравомыслящий как будто человек, еще подобного. Он идет в свое место, иуда прописан в аду. И поэтому я когда понял, я вообще поставил себе задачу никогда не спорить. Один раз за свидетельство ушел. Почему? А он не прописан. Он не прописан, он будет буйствовать, подлизываться к попам. Сказали, а то его дергается. Дальше. Почему предпочитают избрание посредством жребия? Потому, что они еще не считали себя достойными узнать об этом посредством какого-либо знамения. И Дух Святой еще не сошел на них, да и не было нужды в знамении, потому что жребий имел великое значение. Если уже в том случае, когда для определения правильного мнения относительно Ионы не помогли ни молитва, ни мудрость мужей, а напротив так много значил жребий, то тем более в этом случае. Ну ты понял, о чем тут говорится? Про чем Иону так говорит? Нет, не понял. Когда буря охватила, корабль, как когда Робинзон Круза, тонуть начал-то? Ну за кого-то Бог нас карает, и тогда бросили жребий. За кого? И жребий полный Иона. Кто ты такой? Я иудей. А откуда ты туда? Так что ты сделал такое, что из-за тебя мы все тонем-то? Ну вот так, бросьте меня в море, другого еще нету. Взяли и выбросили, и буря утихла сразу. Жребий. Это немалое значит слово жребий. Ну конечно не по пустякам. Дальше. Вместо свое. Вот это словам поясняет, видишь как, надо выделить. Двоеточие. Каждый своими делами приготовляет себе или хорошее или худое место. Итак, когда Лука говорит это, то говорит, что Иуда пошел в место свое. Куда прописан, куда пошел. Которого он устроил себе предательством Иисуса. Потому что места хороши или худы для нас не по природе. Но своими делами мы приготовляем себе место. Вот и все. Дела, дела. О делах вообще не хотел говорить Мартин Лютер. Даже послание Яков выкинул. Дальше. Деяние 2 глава с 1 по 4 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущего сильного ветра. Несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились. И явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них. И исполнили все духа святого и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать. Толкование. Потому что когда должен был сойти серп на жатву когда следовало собирать плоды тогда должен был сойти и серп слово и как бы вместо серпа слетал изощренный дух святой. Матфея 9 глава 37 стих. Тогда говорит ученикам своим жатвы много а делателей мало. Иван Галя Тиана 4 глава 35 стих. Не говорите ли вы что еще 4 месяца и наступит жатва а я говорю вам возведите очи ваши и посмотрите на нивы как они побелели и поспели к жатве. Восприняв начатки Христос сам первый вознес их сам же первый послал их серп потому что этому следовало быть когда снова наступит праздник чтобы бывшие при кресте Христовом могли видеть и это пострадавший по плоти добровольную страстью и воскресший из мертвы Господь совоскресил с собою и нас умерших грехом и разрушил власть дьявола поэтому до Пятидесятницы от Пасхи мы на молитве не делаем земных поклонов воспевая победу над нашими врагами Псалом девятнадцатый девятый стих они поколебались и пали а мы встали и стоим прямо но при явлении нам в огненных языках Духа Святого мы преклоняем колено не вынося этого зрелища и показывая что через Святого Духа мы познали совершенное поклонение Святой Троице потому что Дух есть Бог Иван Глятиана 4 глава 24 стих Бог есть Дух и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и Истине мы вчера даже спорили когда вначале уже прямо спор об этом а разницы никакой нет где молиться никаких храмов нету храм это мы это узо сектантство православие это всеобъемлющее видит понимает какие были прообразы сектанту это не дано понять он нормальный хороший человек но он не может этого понять в него не вмещается все Бог Дух и поклоняющиеся должны поклоняться Духе Истине и когда возникли штундисты пашковцы их называли эти баптисты первоначальные у них везде висело в их молитвенных домах Бог есть Дух то есть они на этом ну есть Бог Дух ну и что дальше то есть духовно нельзя изобразить против икон бунт то есть сатана все почти секты образовал на бунте против икон я уже тут начал говорить православным но если бы икон то не было мы бы немного потеряли ну одну икону бы имели здесь тоже уклон то начался куда икона икона празднование празднование иконы уже идет не первообразу зачем бы тогда Иверская Казанская икон Божьей Матери более двухсот только праздников в году или здесь здесь какая там Абалакская батюшка был Тобольский а здесь какая ну знаете какая Карабенниковская везде крестные ходы туда идут икона 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 страна икония и здесь Бог есть Дух сошествие Святого Духа совершилось в день Пятьдесятницы по следующей причине в день Пятьдесятницы в Ветхом Завете дан был закон закон Моисеев так и так в какой день дан был закон написан на скрижалях в тот же день даровано законоположение Святого Духа начертанное не на скрижалях но на сердцах в день Пятьдесятницы народ израильский получил закон в пустыне Сынайской потому что в четырнадцатый день первого месяца по лунному счислению когда праздновали опресники и тайну Пасхи вышли сыны Израиля из Египта от четырнадцатого дня считай до конца месяца семнадцать дней потом тридцать дней следующего месяца и три дня третьего вот на сколько дней Пятьдесятница позже праздника пресноков или Пасхи и так от четырнадцатого дня первого месяца до третьего дня третьего месяца пятьдесят дней исход девятнадцатая глава первой десятой стих и так в какой день дан закон тот же тот же нужно было даровать и благодать духа потому что как спаситель имея понести святое страдание благоволил предать себя на это страдание не в иное время но в то в которое заколали ангция чтобы связать истину с самим образом так и сошествия святого духа по благоизволению свыше даровано не в иное время но в то в которое дан закон чтобы показать что и тогда законополагал и теперь законополагает дух святой вот этого сектанта никогда нигде не толкует и не понимает главное дух святой сошел ла-ля-ля подпрыгивает падает а что святая радость хохочет там показывает хохочет и не могут остановиться то есть полное буйное объяснование ничего нельзя доказать вот почему Пасха Христос умер в это время ту Пасху соединить с этой а нам Ветхий Завет ничего не значит не значит тогда вообще ничего нет зачем бы ему не в другое то время а именно так была Пасха иудейская заколали ягнен кого на закон он был дан 50-й день 50-й день Бог дал закон новый а не вот это сказать ни один сектант нигде ни в одной книжке у них нет почему нет благодати освящающей они не ходят на исповедь каждый варится в своем кахле ни поста ни креста нету раньше говорили человек который отступник да на нем креста нету это уже последняя степень бесстыдства а крест не надо крест тот был то есть умничает высокоумие Бог отверг и поэтому дробятся и дробятся и дробятся мы сидим знать не знаем ну тут разделил обряд обряду придали большое значение обряд и как ты где старые обрядцы которые имеют священство только два белокреницкая и новозыпковская два из-за руководства все одинаково а у которых священства нету нет освящающей благодати те разберись я знал 50 сегодня 500 их уже нету священства нет благодати скрепляющей это непрерывное разделение они понять еще не могут он нормальный человек как только дело дошло он не может толковать а понимает а мы храм ну а храм это другие где алтарь вчера ему говорит одному человеку что питаемся от жертвенника где вас жертвенник он не может объяснять и не поясняет питаться от жертвенника он пытается сильно духовно на духовное перевести ничего не получается питаться питаться хлеб и все остальное мясо получать Мы имеем жертвенник Вы сектанты баптисты Какой жертвенник? Не знаю, а где? А я не называюсь баптистом, а кто ты? Я просто христианин Христианин Александр, христианин Игорь Но я разбираться начинаю Они совершенно разные Одни от пятидесятников, от адвентистов Другие сами образовались Я говорю, а сколько вас? Да никто, наша только семья Но мы по этому решению никак не называются Да вы называетесь еретики Вы только конфессии, динаминации Слова придумывают А что скажешь? А этого в Библии нету Как нету? Еретики есть А динаминации этого нету Демонизация Дальше Итак, в Ветхом Завете Закон был в пятьдесятый день А после пришествия В обитованную землю Израильтяне В память об этом событии Устроили праздник И в это время от начатков Новых плодов И от новых колосьев Приносили Богу И это было символом праздника Символом То есть приносили И трясли колосьями Это не являлось Спасением Но символ У нас тоже символы есть Спасить сектантов Есть символы? Все годы Я только помню В Барнауле у нас Как они бунтовали На крест Зачем крест Это крест Это крест Господь Грех пригвоздил к нему То есть он считает Он не знает куда Слава Пригвоздил Ну и ты видишь Грехи Ну как духовно С телесным совместить Где они грехи-то? Речь идет о страдании Христовом Страдание нельзя изобразить Кроме как Страдающего Кто страдает А сейчас крест Поставили наверху Крест Даже бунтовали Ни одного рисунка нельзя А сейчас прямо В молитвенных домах Изображение Но не кланяются То есть Ну в конце концов Где-то что-то Пробуждение началось Какое-то Самое большое Конечно Адвентистов Седьмого дня Учения А троицы не было И вдруг есть Это самое мощное Такое Поворот К православию Так как в день Пятьдесятницы Сносили Снопы Новых плодов И разные лица Сходились Под одно небо То в этот же день Имело быть и то Чтобы начатки От всякого народа Всех живущих Под небом Народов Собирались В один сноп Благочестия И по слову Апостольскому Приводились к Богу У сектантов Нет этого толкования И они не могут толковать Почему? А они не имеют Благодати освящающей И вот так вот Истолковать Вы против? Когда говоришь Ой как здорово Истолковано А нету Нету Тысячи Миллионы уже Проповедников Но никому не дано Это понять Как о Тысячелетнем царстве Это будет Отдельно Тысячелетнее На земле На небе То есть Такую ересь Несут И притом Все до единого Заражены этим Разные секты А заблуждение Одно и то же В чем-то разница А здесь не разница Об иконах Понятие о церкви И о Тысячелетнем царстве Вот это я три показа Я нигде про это нет Просто опытом пришел Это самое важное Сразу можно узнать Сектанта Что он не православный Про иконы Это определенно А церковь Он не знает даже Все церковь Двое или трое Собрались Двое или трое Собрались Не собрались А собраны И не просто собрались А во имя Иисуса Христа Сноп колоссиев Служил Прообразом этого Чтобы Предобозначить Собою Снопы душ Избираемых Из разных стран И приводимых к Богу Почему Сошествие Святого Духа Было Не без Чувственных Символов Не просто Был шум Но шум С неба И внезапный Чтобы более Изумить их Говорит Что Сошествие Духа Было С большой И сильной Быстротой И заставило Всех Сойтись И сбежаться Туда Дух Святой Наполнил Весь дом Чтобы Показать Что Дар Этот Дарован Не отдельно Кому-нибудь Но всей Полноте Церкви Потому что Дом был Символом Церкви Как купель Символом Воды А это Знак Обилия И силы А сегодня Воды-то Никакой Нету В чашку Ковшечком Поливает Нет благодати И показывает Ничего и нету Но дом Наполнился Не огнем Потому что Это Принудило бы Их удалиться Прекрасно Говорит Что разделились Дабы ты Узнал Что Посланная Утешителем Сила Одна и та же Итак Не просто Был ветер Не просто Огонь Но дух Святой Являющийся Там Наблюдай Когда Иоанн Видел Святого Духа То видел Его В образе Голуби Апостолам же Нужно было Видеть его В образе Огня Апостол Петр Ненапрасно Приводит Слова Пророка Когда Говорит И будет В последние Дни Говорит Господь И зальет Духа Моего На всякую Плоть Деяние 2 глава 17 стих И они Не просто И приняли Но исполнились От Духа Святого И при том Все А не Апостолу Только Для чего Он явился В виде Огня Для того Чтобы показать Что он Одного И того же Существа С тем Кто над Купиною Явился Так же В виде Огня Купиною Знаешь Что Купино Моисей Куст Который горел Вот какое Сектанты Этого тоже Никогда не говорят И они не могут Сравнить Одно место С другим С головы Исполнил Всего человека И был Виден На головах У них Огонь Не сожигающий Но освещающий И просвещающий Для православных Благодатный огонь Сходит Он берет Он не жжет И тот Другой Вот где Не сожигающий Огонь А этот Там буйствует Благодатный огонь В Иерусалиме Сходит Я не верю Что это от Бога Я по сегодняшний день Не нахожу основания Верить этому Никакой благодати В этом не вижу Вижу обольщение Дьявольское И там бегают Кричат Едут Свечи И лучше кто-то делается Нет конечно Рождение от Духа А не от свечек этих И как они ждут Если сейчас не будет Это война будет То есть Идол поклонства Самое настоящее Не прикрытое при том И охраняют кто Нельзя отдать было никому Только Мусульмане охраняют У одних ключ В одной семье А другие могут Только открывать То есть Там целая система И там бьются За каждый квадратный метр За сантиметр Какие драки Там устаривают Грузины Там Эти Армяне Православные Греки Между собой Грузины Я не видел Где русские А именно армяне Видели? Да Какая там драка Прямо у гроба Господня Толпа на толпу Видел? Давай Почему же они приняли Языки Не на уста А на голову? Не на язык То есть Не на физический Орган Дан дух Чтобы вы не подумали Что они Из своего чрева И из своих уст Произнется то Чего не имели Но как Поднимающиеся На небо Воды Занимают Вершины гор И уже С высот Спускаются В долины Так Благодать духа Заняв Верхнюю часть Головы Как бы Гору Распространилась Потом на мозг Потом на уста И на сердце Из головы Наполнила Собою Совершенно Всего человека Почему же Еще повторяю На голову То есть Толкование Сектанты Этого дать не могут Никогда не слышал Не читал Ни у кого Потому Что апостолы Рукополагались В это время В учителе вселенной А рукоположение Совершается Не иначе Как на голову И так Тем Что языки Были над головами Показывается Образ Рукоположения Потому что Рукоположение Совершается Через возложение Рук на голову Каковой Образ Рукоположения В силе И до ныне Было так И по другому Никак Но кто то увидел Как Рукополагается Я видел Как И начинает Ну будет ли то Действительно Конечно нет Но я могу Сделать звездочку Я искусственный Человек Допустим Сделаю Могу сшить Это на картонку Погоны И присвою тебе Звание маршала Российское Или какой Странное Ну будет Действительно Будет Конечно Подделка У сектантов Нету Священства Благодатного Нету И в это Все хлебопреломления Это так Дурь Дурь ломают Нету там ничего Обыкновенный Хлеб остался Хлебом И иногда покупают Печенье Стоят ломают Но они видели Не знают Никакого отношения Не имеют Я говорю Превращается это В тело Нет А зачем Мне тогда это нужно Жизнь дает Тело и кровь Христов У них нет жизни Так как Сошествие Святого Духа Бывает ныне Невидимым образом То на голову Рукополагаемой Архиерея Возлагается Евангелие Совершающий Священодействие Есть трон Божий Благодать Божия Благоволила Определить Изначально Чтобы слово Апостол Было Действенно Потому что Зачем Проповедники Если бы Не было Слушателей А так как Начаткам Из язычников Следовало Стать Участниками В вере С самых Первых дней То писатель Прибавляет Начали Говорить На Иных Языках Почему Дар Языков Апостол Получили Прежде Других Дарований Потому что Имели Разойтись По всем Странам И как Во время Столпового Творения Один язык Разделился На Многие Так Теперь Многие Языки Соединились В одном Человеке И один И тот же Человек По внушению Святого Духа Стал Говорить И на Персидском И на Римском И на Индийском И на Многих Других Языках И дар Этот Назывался Даром Языков Потому что Апостолы Могли Говорить На Многих Языках Не От Себя Говорили Но Провещевали От Духа Божия Проповедуя То есть Уразумевая И Провозглашая Изреченные Святыми Пророками Свидетельство О Христе Комментарий Игнатия Лапкина Ученикам Христовым Было Дано Обетование Находиться В Иерусалиме И ждать Обещанного Утешителя Духа Святого Люди Любят Ездить По Святым Местам Искать Знаменитости Приобретать Сувениры Христос Отменил Все Поездки Все Виды Передвижения Одним Приказом Ждать Прошло Ошиблись На 365 Тысяч Дней Прошло Томительных Десять Дней Почти Полного Бездействия Не считая Молитвы И ожидания Весь мир Жил Так же В этот день С раннего утра Как и вчера Согласно Согласно Писанию Ни один Человек На земле Даже И не Подозревал Что на землю Уже Послан Дух Святой И сегодня Над Иерусалимом Опустится Серб Слова И будут Пожаты Первые Созревшие Колосси Прошли Тысячелетия Наполняются Житницы Небесные Готовой Пшеницей И ни одного Зернышка Нет там Которая Не испытала бы На себе Влияние Проповеди Слова Божия Никакая Обрядность Пения Богослужения Святыни Не названы Серпом Слова Все это Будет Только Результатом Того Когда Пройдется Серп Проповеди И душа Обратится К Богу И воспоет Аллилуйя Кто Ответит За то Что целые Страны Слава Иисусу Христу Старшая Сестра Проверяет Как у нас Дело Идет Кто Ответит За то Что целые Страны Такие Как Россия Так и Не получили Это указание Чтобы Каждый Христианин С серпом Слова С проповедью Евангелия Шел в этот Погибающий Мир Очевидно Что и Прихожане Яна Сына Секунда То есть Златоуста Мало Обращали Внимание На работу С этим Серпом В руках Вот Его Стоны И призывы Со Светительской Кафедры Что говорит Златоуст Я то Ничего тут Не добавляю Кавычки Открылись Не Предоставляйте Всего Учителям Не Возлагайте Всего На Предстоятелей И вы Можете Назидать До друга Вы Можете Если Захотите Больше Нас Сделать Друг Для Друга Говорит Святитель Вот Эта Златоустасть Почему Не Говорят Ибо Вы Чаще Обращайтесь Друг С Другом Лучше Нас Знаете Дела Свои Невиданные Видите Взаимные Недостатки Больше Имейте Откровенности Любви И Общительности А это Немаловажно Для Научения Но Доставляет Великие И Благодетельные Удобства Вы Лучше Нас Можете И Обличать И Убеждать Друг Друга Притом Я Один А Вас Много И Все Вы Сколько Вас Есть Можете Быть Учителями Понятно Видишь Как А сейчас А кто Посылал А кто Вас Благословил Говорит Златоуст Благословил Бог Благословил Дух Святой Благословил Так И Дальше Все Нет Я имею В 1 Калифе 14 Главе Там же Сказано Что Всеми Обличаем Будет Да Всеми Обличаем Именно Так Деяние 2 Глава 5 6 Стих В Иерусалиме же Находились Иудеи Люди Набожные И Всякого Народа Под Небом Когда Сделался Этот Шум Собрался Народ И Пришел Сметение Ибо Каждый Слышал Говорящих Его Наречием Толкование Уже То Самое Что Оставив Свои Отечества Они Обитали В Иерусалиме Было Знаком Благоговения Это В особенности Люди Это В особенности Это В особенности Люди Из различных Стран Отправившиеся На жительство В Иерусалим Оставив Домы И родных Писание Часто Потребляет Слово Весь Вместо Многих О, вот это надо запомнить Есть и многие Филиппийцын 2 глава 21 стих Потому что Все ищут Своего А не того Что угодно Иисусу Христу Римлян 3 глава 10 стих Как написано Нет праведного Ни одного Выражение Всецелости Писание Обозначает В этих местах Многих Так как это Случилось в доме То очевидно Народ Сбежался Отвне Знали Что верующие И особенно Апостолы Так как Собравшиеся Обращали свои взоры Более на апостолов Гавильяне И однако же Они говорили На удивительном Многих языках Пришел в смятение Естественно Потому что Сбежавшиеся Полагали Что события Угрожают Им Засодеянно Ими Злодеяния Против Христа И совесть Их Раздирала Их души Так как Умерщение Христа Было еще Живо в памяти И они Страшили Всего Но это Укрепляло Апостолов Так как И самые Слушатели Давали им Знать Что это Чудесный Дар Потому что Апостолы Не понимали Что известное Выражение Было Парфианское Но узнали Это От слушателей Упоминаем Также И о Враждебных Народах Критянах Аравлитянах Аравлянах И других Это было Символом Того Что они Победят Всех Так как В Иерусалиме Было Много Пленных Итак Свидетельство Отовсюду И от Граждан И от Чужестранцев И от Бразелитов Деяние 2 глава 7 по 13 стих И все Изумлялись И дивились Говоря Между Собою Сии Говорящие Не все Ли Галилеяне В каждом Мы слышим Каждое Собственное Речие В котором Родились Парафиане И Медяне И Ламиты И Жители Месопотамии Иудеи И Каппадокии Понта И И Фрегии И Памфилии Египта И частей Ливии Прилежащих Киринеи И Пришедшие Из Рима Иудеи И Презелиты Критяне Оревитяне Слышим Их Нашими Заками Говорящих О Великих Делах Божьих Изумлялись И Надоумевая Говорили Друг Другу Что Это Значит А Иные Насмехаясь Говорили Они Напили сладкого Вина Колкование Везде Наряду С добродетелью Порок Одни Удивлялись Другие Поносили Первые Поистине Были Благоговейные Они Потому И жили Там В Иерусалиме Что По закону Им Поверевалось Трижды В год Являться В Иерусалимском Храме Но Обратив Трижды Трижды В год А сейчас У православных Трижды В жизни Колесные Христианцы Первые На колясочке Привезут Покрестить Потом На большом Красивом Автомобиле Кадиллаки Приедут Повещаться И третий Раз На катафалке Похоронить Тоже Три раза И все Христианство Кончилось Но Частью Частью Трижды 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 И что И что Они Поносителями Капа Капа Хурителями Клеветниками И непонимания Люди Будто Болю Унизить Сказать что-нибудь А не того Как бы сказать Поосновательнее Я это хорошо понимаю Вот на меня нападает Когда Ну ладно Вот они нападают На слово Избрание Ой как ненавидят Избран Как-то Ну много званых Мало избранных Православный Не знает этого Что святыми Называет Апостол Сверхвежащих Это немыслимая дерзость Мы только грешные Супергрешные И на меня нападает Абсолютно на все За столом Не так В комнате Не так Какое отношение Имеет Вот у меня не так Но меня Бог избрал Чтобы через меня Люди приходили Не через вас Меня избрал Господь на это И каждый день Вот я Выставляю Здесь события дня Сколько людей Сегодня опять Новые люди Совершенно незнакомые Приходят Мы все время смотрим Мы Для нас это Наслаждение Ваши ресурсы Дальше Поэтому и то Что высказывается Ими По-видимому И не ясно Полно глупости И безумия Заметь Как злоба Изобличается Временем Года И часом дня Откуда Глевкос В одни Пятьдесятницы Что за слово Глевкосом Называется Новое вино Заметь Опенение Дает силу Говорить на разных Языках Опенение Которое И природные Языка Решает Пьяный Это вообще Сказать не может Мыщит Мыщит Москвичи Говорят Даже знатные Люди Промежутки Между словами Мээ Мээ То есть В этом Решет А думать Будет Дуль Посмотри Что устрояет Бог Иудеи Отказались Бывайте И послушать Если бы Не подозревали Что это Клевета Господь Допустил Билось Компьютер Не так А я еще не знал Что он выступил Против меня Антиреклама Это всегда Есть Мощная реклама Они этого Не понимают Комментарий Игнатия Лапкина Падение Первого Человека Адама Произошло Через Еву Которая Открыла Слух Свой К словам Искусителя Змея И поверила Ему Падшему Херувиму После этого Она вкусила Запретный Плод Далее Адам Открывает Свой Слух Словам Евы И испытывает Сладость Горечь Запретного Плода Этим же путем Господь Восстанавливает Богоотступника Вначале Слышание Римлянам 10 глава 17 стих Итак Вера Отслышание А слышание От Слова Божия Затем Вкушение Пищи Для тех Кто принял Христа Всем сердцем Как своего Спасителя Пищей является Спасение Ближнего А это Возможно Только через Проповедь Иван Глядь Иоанна 4 глава 34 стих Иисус Говорит Им Моя Пища Есть Творить Волю Пославши Меня И совершить Дело Его Иоанн Златоуст Нужда В проповеднике Отвечает Вселенский Учитель Рождается Вследствие Нашего Нерадения Все Ведь Другой Учитель Иногда Многое Скрывает То из Счастливия То из Зависти Послушайте Прошу вас Все Привязаны К всей Жизни Приобретайте Книги Врачество Души Если Не Хотите Ничего Другого Приобретите По крайней Мере Новый Завет Деяние Апостольское Евангелие Постоянных Наших Наставников Деяние 2 глава 14 по 15 стих Петр Петр же Став С одиннадцатью Возвысил Голос Свой И Возгласил Мужи Иудейские И все Живущие В Иерусалиме Сие Да будет Вам Известно И Внимайте Словам Моим Они Не пьяны Как Вы Думаете Ибо Теперь Третий Час Дня Ну Давай На этом Остановимся Потом Повторим Это Все Пока Я Здесь Покажу А то у нас Какое Было Треть Сегодня Теперь Дальше Будет У нас О Не Туда Нажал Вот Так Теперь Пошла Уже Видишь Как Мне Интересно Как Ну И Все Вот Это Я Увеличил Она Система Его Сбросила Не Потянула На Это Теперь Надо Увеличить Самому 22 Можно Дать Даже Вот Так Ну А Здесь Здесь Надо Мне Поставить Номер 4 Номер 4 Номер А Здесь Тройка Вышла Не Получается Вот Так Все Заканчивает Все Можно Заканчивать Да Ну Это Как Заканчивает Все Заканчивай И Теперь Сразу Запишем Той 38 8 Продолжение следует...